МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приятно видеть вас у нас в студии. Давайте, наверное, для начала расскажем, что же такое андрология. Андрология – это область медицины. Она междисепринарная область, потому что она находится на пересечении разных медицинских специальностей, урологии, дерматовенерологии, эндокринологии, эмбриологии, иммунологии и так далее. Занимается она мужским здоровьем. То есть в свое время мой папа характеризовал то, чем я занимаюсь, фразой, что сын занимается мужской гинекологией. Вот, может быть, для понимания этого достаточно. А правда ли, что у нас в стране урологов значительно меньше, чем гинекологов? Если да, то с чем это связано? Это правда. В России около 40 тысяч гинекологов и примерно 6 тысяч урологов. Но с чем это связано? Трудно сказать. Считается, что урология – такая узкая хирургическая специальность. Тут есть нюансы, потому что урология, она занимается заболеванием мочеполовых органов. Андрология, она как-то шире, она выходит за пределы урологии. Но при этом мы остаемся по основной специальности урологами. Но я, например, всю свою сознательную жизнь профессиональную занимаюсь именно вопросами андрологии, то есть мужского здоровья. Ну, я правильно понимаю, то есть нельзя сказать, что специалистов в этой области не хватает? Или все-таки есть такая нехватка? Грамотных специалистов не хватает, потому что мало иметь базовое образование вузовское, мало иметь знания в области урологии. Многие вещи, которые требуют, как я уже сказал, междисциплинарного подхода. И здесь врачу приходится всю жизнь учиться, потому что много появляется нового. И нужно быть в курсе всего этого. Собственно говоря, вот наша кафедра, где я преподаю, как раз решают в том числе эти задачи. Такая история. Сходить к доктору нас с вами всех очень сложно заставить. Большинство людей, конечно, не всех, я преувеличиваю, может быть. А уж тем более мужчину. А уж тем более говорить на такую деликатную тему. Часто ли с этим сталкиваетесь? И к чему могут привести такие вот последствия? Какие могут быть последствия? Ну, сразу надо сказать, а с чем приходят в основном? Какие основные проблемы в области андрологии? Конечно, чаще всего или достаточно часто это семейные пары, у которых отсутствует желанная беременность или когда происходят выкидыши. Потому что на самом деле оказалось, что выкидыши на ранних сроках и различные аномалии развития, они связаны не только с женскими проблемами, но и с низким качеством сперматозоидов. И сейчас очень активно мы этим занимаемся. Второе большое направление – это всевозможные сексуальные дисгармонии. Понятно, что ни женщина, ни мужчина не мог быть счастливы, если они не счастливы в интимной жизни. И когда-то слишком быстро, когда-то слишком долго, когда-то это там происходит как-то не так. Все эти проблемы, приходят пары, мы их обсуждаем. Следующее – это воспалительные заболевания органов реподуктивной системы, в том числе простатит, который наиболее известен. Есть свои особенности. Лечение простатита требует времени. Сложная структура, как мы говорим, патогенез очень сложный простатита, поэтому нет единых стандартов лечения. В каждом случае приходится принимать свои подходы. Ну и возрастные изменения, потому что с возрастом у нас многое меняется, эндокринные изменения происходят. Это все тоже андрология, это то, с чем приходят пациенты к нам. Ну если исключить такие вещи, как заболевания, инфекционные и так далее, когда нужно, как часто нужно, из какого возраста регулярно посещать уролога, андролога, в общем специалиста по мужскому здоровью? Ну, я скажу так, нужно в первую очередь вести здоровый образ жизни, не курить, не злоупотреблять алкоголем, вести активный физический образ жизни, чтобы не было измыточной массы тела, правильно питаться. Ну в вашем регионе это легче, потому что, скажем, недавно была работа, не европейская, а итальянская, где авторы написали о том, что мясо и мясные продукты портят сперму, а рыба и морепродукты улучшают. Так что в вашем регионе в этом смысле должно быть все неплохо, если, так сказать, все соблюдать. Если эти факторы соблюдаются, удастся избежать многих приобретенных проблем. Ну, естественно, надо избегать инфекции, передаваемым половым путем, потому что вот в развитых странах мира, как бы последние годы наблюдается снижение процента бесплодных пар и связывается над тем, что меньше стали заражаться всякими половыми инфекциями, своевременно их диагностируют и своевременно лечат. В тех же регионах, где высокий процент всяких инфекций, передаваемых половым путем, а это и хламидия, и мекоплазма, и реоплазма, и трихомонады, то в этом случае, как следствие уже этих перенесенных инфекционных заболеваний, возникают изменения как у женщин, так и у мужчин, которые могут приводить с высокой степени вероятности к бесплодию. Если говорить об обращении к врачу, то на всякий случай прийти и показаться, может, чем не стоит уже после 40 лет, потому что там возникают определенные возрастные моменты, нужно учитывать гормональный фон. Ну и, конечно же, нужно показываться, обязательно родители должны показывать детей, есть такая отдельная специальность медицинская, детские урологи, андрологи, которые занимаются такими проблемами только у детишек, чтобы не пропустить какие-нибудь отклонения, например, крипторхизм, когда не происходит опускание яичек в мошонке или гипосподия, когда там неправильно расположено уретро, и какие-то другие вещи, которые на самом деле устранимы, и нужно их устранять именно в раннем детстве. Своевременно. В принципе, как и с любым специалистом, правильно? Есть еще, конечно, такой вопрос, как генетическая предрасположенность. Часто ли встречается именно в этой сфере проблема у нас в стране, у людей? Часто ли люди генетически предрасположены к каким-то проблемам, химоведонарушениям, приходят к вам? Ну, обычно говорят так, что в развитии любого заболевания есть вклад генетики, есть вклад образа жизни. Соответственно, генетический вклад, конечно, мы не выбираем те гены, которые нам достаются. И каждый из нас является носителем каких-то дефектов. Но если речь идет о каких-то репродуктивных сексуальных проблемах, то здесь роль генетики не столь велика, потому что, скажем, во всем мире доля первичных нарушений бесплодия у мужчин составляет на 2-3%. Гораздо больше, в несколько раз больше, это приобретенные формы, связанные с неправильным образом жизни или экологией. Есть генетические вещи, которые могут проявиться при действии дополнительных факторов. Ну, скажем, диабет – это очень серьезное заболевание, которое приводит и к бесплодию, и к сексуальным проблемам, и к резкому снижению качества жизни. И к развитию диабета, скажем, есть генетические факторы предрасположенности. Если человек об этом знает и соблюдает определенные условия образа жизни, то он может никогда не заболеть диабетом. Для этого ему придется по меньшей мере не есть то количество сладкого, что могут позволить его друзья, которые сидят рядом. Точно так же, как есть предрасположенность развития алкоголизма, когда лучше не начинать, потому что один человек может спокойно всю жизнь выпивать свои 3 рюмочки водки раз в неделю или 3 бокала вина, а другой, однажды начав, через какое-то время, к сожалению, скатывается до того состояния, которое мало похоже на человека. Поэтому есть факторы, а дальше есть образ жизни. Очень хочется поговорить о современных методах лечения. Какие они сегодня и каковы результаты этих методов? Ну, поскольку андрология – область достаточно большая, то в разной области есть свои возможности. За несколько минут охарактеризовать это очень сложно. Если мы говорим, например, о сексуальной жизни, то лечение мужчин начинается от самых простых вещей. То, что называется психотерапия, когда мы просто объясняем, что такое хорошо, что такое плохо, потому что очень много всяких неверных представлений, мифов существует. И часто люди приходят с заведомыми ложными представлениями. Например, многие убеждены, что простатит – это совершенно очевидная причина сексуальных проблем, эрекции слабые уж, извините, и так далее. На самом деле это не так. И очень важно правильно объяснить, что за этим скрывается. Есть техника, которой нужно владеть, есть препараты лекарственные, есть вначале афродизиаки у каждого народа, есть свои целебные травки, выпив которые можно, и так далее. Есть лекарственные препараты, например, из группы ингибиторов фосфодиэстераза пятого типа. Есть инъекционные препараты, в конце концов есть хирургия, которая позволяет, там, какие-то, эфир не позволяет, так скажем, детализировать это. Но и хирургическая техника совершенствуется, и возможности лекарственной терапии. Появляются новые лекарства, хотя сказать, что каких-то прорывных, вот новых совершенно технологий, вот что-то необыкновенное совершенно новое сказать нельзя. Поэтому эффективность лечения определяется не тем, что есть какие-то необыкновенные препараты, которые вот необыкновенно помогают, к сожалению, вот этой золотой пилюли не существует. А то, что мы используем правильные лекарства в правильных ситуациях. Потому что, скажем, нет единой причины мужского бесплодия. Мужское бесплодие – это симптом совершенно разных заболеваний. К бесплодию можно приводить, с одной стороны, генетические факторы, например, там, утрата кусочки Y-хромосомы нашей муской, который называется АЗФ-фактор. А может приводить факторы образа жизни, или даже эмоциональные стрессы, или посещение сауны. И там бывают ситуации, когда уровень гонотропинов повышен, а бывает, когда понижен. И лечение совершенно будет разное. В одном случае нужно любой ценой бороться с простатитом, потому что он приводит к так называемому оксидативному стрессу, повреждает сперматозоиды. Это может приводить даже к невынашиванию беременности. А в другом случае мужчина может быть с простатитом и совершенно сфертилен. И только специальная лабораторная диагностика, оценка активности лейкоцитов, активных форм кислорода, антиоксидантной емкости и так далее, позволяет установить истинные причины и подобрать правильное лечение. Вот это как раз уровень профессионализма врача. Главное не заниматься самолечением и вовремя обратиться к специалисту, правильно? И главное правильно вести образ жизни, потому что генетику мы изменить не можем, а избежать ненужных болезней мы вполне можем. И самая такая частая проблема – это избыточный вес, например. Когда недавно я прочитал одну статью, которая называлась, это есть «Карта мира», а она статья называлась «Карта жира». Так вот о том, как во всем мире, и в том числе, к сожалению, в нашей стране, несмотря на все экономические трудности, о которых любят говорить, у нас большинство людей имеют избыточную массу тела. Две трети людей имеют лишнюю массу тела, индекс массы тела больше, чем 25 единиц. И треть из них, соответственно, имеют ожирение, то есть больше 35 индекс массы тела. А это риск ведь не только сердечно-сосудистых заболеваний, гипертония, инсульты, инфаркты и так далее. Это риск развития, извините, как в стране говорил, импотенции. Потому что гормональные сдвиги, сосуды забиты. И в результате, если человек не будет набирать вес, он избежит их проблем в дальнейшем. Некоторые просто считают, что медицина должна решать все их проблемы. Я буду жить, как я хочу, я буду толстым, буду неправильно питаться, не буду двигаться, буду курить, как паровоз, буду выпивать больше, чем надо. А потом я приду к врачу, и врач должен мне помочь. Поэтому всегда разговор начинается с того, что требуется изменить образ жизни. И иногда этого, оказывается, достаточно, для того, чтобы все естественно нормализовалось. Но это когда мужчине 20, 30 или 40 лет. Понятно, что когда мужчине 60, образ жизни уже не помогает, и там требуются другие усилия. Мы с вами говорили о методах лечения, и в продолжении хочется также задать вопросы о диагностике. Давайте поговорим об этом. Ну, опять же, поскольку заболевания андрологические разные, то применяются совершенно широкие методы диагностики. Если мы говорим о бесплодных парах или бездетных парах, то используются многочисленные исследования экулята или, как говорят, спермы, которые позволяют оценить и подвижность, и строгую морфологию, и наличие антиспермальных антител, и акросомальную реакцию, и активные формы кислорода, и структуру хроматосом, фрагментацию ДНК, нарушение протаминации. Это сложные современные методы, но которые позволяют установить причину отсутствия беременности или выкидыша у женщин, и в дальнейшем определиться с лечением. Естественно, широко применяется гормональное исследование, поскольку это влияет и на способность иметь детей, и на сексуальную жизнь. Это различные иммунологические методы, поскольку лечение любого инфекционно-воспалительного процесса подразумевает понимание иммунологических механизмов и выбор препаратов различных, он основан на дуальных особенностях человека. Конечно, когда мы говорим о инфекционно-воспалительных процессах, нужно установить, а кто вызывает воспаление, потому что даже выбор антибиотиков, а их очень много, зависит от того, что за инфекция. И многие инфекции с трудом выявляются в стандартных так называемых посевах, они не растут на стандартных средах. И вот, скажем, последние годы появились методики, основанные на так называемой амплификации генов, то есть выявлении определенной последовательности нуклеотидов, характерных для конкретных организмов. И эти методики позволяют выявлять те инфекции, которые раньше оказывались невидимыми. Скажем, очень долго было представление, что в большинстве случаев простатит, даже когда он воспалительный, как бы он стерильный. И при этом все удивлялись, а почему, собственно говоря, антибиотики помогают в части случаев, когда, казалось бы, никаких инфекций не находят. Сейчас используют такие методики, как тот же Андрофлор, это специальная тест-система, которая позволяет выявлять очень широкий спектр разных микробов, и обычные грамотрицательные, и грамоположительные микробы, и аноэробы различных групп, и, соответственно, половые инфекции, хламидия, мекоплазма, реоплазма, трихомонад, гонококи. То есть те, которые отвечают чаще всего за возглавление воспалительного процесса, мужчин и женщин, то выявив эти трудно выявляемые микробы, мы можем целенаправленно, зная, на кого воздействовать, выбирать антибиотики, и продолжительность курса выбирается, опять же, исходя из конкретных клинических ситуаций, потому что не все, даже коллеги знают, я читал сейчас лекцию и делился, продолжительность лечения простатита, согласно современных рекомендаций, длится европейских рекомендаций от 4 до 6 недель, а, скажем, американские и канадские гайдлайны рекомендуют 6-12 недель непрерывно прием антибиотиков. То есть когда люди представляют себе, что вот есть упаковка препарата какого-то, где там находятся 10 таблеток, вот они выпивают 10 таблеток, и курс закончился. Это не так. Простатит-заболевание, казалось бы, общеизвестное, простое, но на самом деле еще много лет назад один из американских урологов назвал его мусорной казиной клинического невежества, потому что до сих пор очень много вопросов неясных, даже казалось бы, лечение просто простатита требует от врача высокого профессионализма, правильного определения формы простатита, выбора препаратов, только это позволяет добиваться хороших результатов. А вот вышесказанный курс лечения можно пройти исключительно в центральных городах нашей страны? Нет, ну что вы. Для того, собственно говоря, мы приезжаем в регионы, чтобы делиться своим опытом и учить врачей, живущих в разных регионах, правильно как бы обследовать и лечить различные заболевания. Я надеюсь, что коллеги, послушавшие лекции мои, моих коллег-профессоров, смогут это делать более эффективно и более правильно, чем вчера. К слову о лекции, в наш город вы приехали по приглашению Союза врачей Приморского края на юбилейную конференцию Ассоциации гинекологов-эндокринологов Приморья. Насколько мне известно, они в восторге от вашей лекции, очень благодарны за ваш приезд, за ваш визит. Интересны ваши впечатления и эмоции? Ну, соответственно, я читал отдельную лекцию для урологов, отдельную лекцию как бы для гинекологов. Немножко разные аудитории, разные аспекты подачи материала, естественно. Я очень благодарен, что заинтересованность была искренняя, были вопросы. Все это даже затянулось довольно-таки, люди не расходились уже поздный вечер, а все равно мы обсуждали эту тему. Поэтому я рад, что есть искренняя заинтересованность, желание коллег, врачей узнать новое, быть в курсе самых современных тенденций в мире. Именно это позволит обеспечивать высокую, высококачество помощи медицинской и мужчинам, и женщинам, и в вашем регионе, да и вообще в нашей стране. Владимир Александрович, к сожалению, наше время выходит, пора заканчивать. И напоследок не могу вас не попросить, как специалиста, наверное, дать совет мужской половине Владивостока, Приморского края. Ну вот то, что я уже говорил, самое главное – это вести правильный образ жизни. Есть несколько факторов, учитывая которые, вы сможете сохранить свое, как мы говорим, и репродуктивное, сексуальное здоровье до глубокой-глубокой старости. В первую очередь, это не курить. Курение очень плохо влияет на все, на сосуды, на яички, уж извините, на все. Это вести нужно правильный образ жизни. Физическая активность, правильная масса тела, отсутствие ожирения – это условия, опять же, нормального сохранения своего мужского здоровья. Конечно, нужно избегать заражения всякими разными инфекциями. К сожалению, несмотря на то, что есть современные методиагностики и лечения, они все равно разрушают наш организм. И вот в этой ситуации, если есть какие-то малейшие факторы иска, ну мало ли что в жизни бывает. Нужно немедленно прийти к врачу, провести соответствующее исследование, если что-то выявлено, немедленно лечить, потому что любой хронический процесс оказывает гораздо больше отрицательного влияния, чем, так скажем, острый. Ну и последнее – будьте оптимистами. Говорят, что долг живет тот, кто умеет радоваться жизни. От этого тоже многое зависит. Поэтому вы первые, кто видите встающее солнце над нашей страной, радуйтесь, больше улыбайтесь, любите друг друга, и тогда все получится. Спасибо вам огромное за этот разговор и что пришли к нам. Спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин